В Тверской области появились первые экскурсоводы, отвечающие требованиям федерального закона. В пятницу в региональном министерстве туризма прошла церемония вручения им соответствующих бейджей. Что они дают и кто из наших земляков первыми прошел соответствующую аттестацию, выясняла наша съемочная группа. Юлия Тасса относительно недавно вводит экскурсии по Торшку. Дела идут неплохо, однако как только узнала о возможности, пройдя аттестацию, получить профессиональное удостоверение федерального образца, сразу же согласилась. Я молодая в этой сфере и чтобы мне чувствовать себя уверенно, мне необходимо это было получить аттестацию, чтобы потом дальше самосовершенствоваться, изучать новый материал и становиться с каждым разом профессиональнее. А Елена Маринина наоборот в профессии аж с 14 лет, но даже она захотела проверить себя на соответствии всем современным стандартам туристической отрасли. В ходе аттестации ей выпал вопрос про знаменитое Тверское трехлучие. Членам комиссии она рассказала свое видение вопроса, согласно которому новая планировка вовсе не уничтожила средневековую столицу Верхней Волжи. Петр Романович Никитин. И вот он, благодаря своему проекту, он ухитрился сохранить для нас средневековый город. То есть он так проложил улицы, что вот реально благодаря ему я могу с завязанными глазами спиной вперед Тверской Кремль показать. И вот это я на аттестации рассказала, коллеги оценили даже. Чтобы получить эти бейджи, надо было, помимо обладания дипломом о высшем образовании, сдать тесты на знания туристического законодательства, истории, краеведня, а обязательный пункт — проведение реальной экскурсии. Кроме того, очень важно владение методологией работы. Экскурсовод, он еще и краевед. Он владеет огромным объемом информации. Но экскурсия, вот грамотное владение методикой, предполагает дозировать, грамотно дозировать свои знания для туриста. При этом в областном министерстве туризма отмечают, аттестация важна не только для статуса экскурсоводов, но и в первую очередь для туристов. Не секрет, что в последние годы все, кому не лень, повадились рассказывать о родном крае. Естественно, не безвозмездно. И не всегда такие доморощенные гиды могут вести понятное, достоверное, а самое главное — интересное повествование. Сертификация позволит отделить зерна от плевел. Все данные об аттестованных гидах будут размещены на специальном разделе на туристическом портале «Полком Тверь». И гость, где бы он ни находился, сможет выбрать себе экскурсию по душе, по непосредственно своему туристическому маршруту, но понимая, что данный гид прошел аттестацию. Напомним, что за последние четыре года более 170 гидов прошли в Тверской области добровольно аттестацию. Но теперь она является обязательной. Самодеятельным экскурсоводам грозит штраф до 5000 рублей. А организациям придется заплатить еще больше, вплоть до 30 тысяч.